МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день 10 июня 1712 года в Петербурге был заложен Петропавловский собор. 10 июня 1807 года был основан Ижевский оружейный завод, в настоящее время концерн Калашников. В этот день 1921 года был основан музей-усадьба Лева Толстого Ясная Поляна. 10 июня 1931 года между Москвой и Ленинградом начал курсировать поезд «Красная стрела». В этот день 10 июня родились Тихон Хренников, композитор, лауреат многочисленных советских и российских наград, Татьяна Николаевна Романова, вторая дочь последнего российского императора, известная своей благотворительностью. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из всех четырех русских великих княжон Татьяна Романова была наиболее похожей на мать, императрицу Александру Федорову. От природы, скорее, сдержанная, обладала волей, но была менее откровенной и непосредственной, чем старшая сестра. Она была также менее даровита, но искупала этот недостаток большей последовательностью и ровностью характера. Так описывал Татьяну преподаватель французского языка при царском дворе Петр Жильяр. Он же утверждал, что родители отмечали вторую дочь более других детей, а сам Николай II видел в Татьяне черты своей супруги. Но отсутствие откровенности не мешало Татьяне быть самой общительной девушкой среди своих сестер. Ее любило все окружение, и домашние, и гувернеры, и даже раненые военные в госпитале, в котором княжны работали с сестрами милосердия после начавшейся Первой мировой войны. Надо сказать, что Татьяна являлась почетной председательницей Татьянинского комитета, который оказывал помощь беженцам и всем пострадавшим во время военных действий. В этом Татьяна брала пример за своей святой, именем которой она была названа. Святая великомученица Татьяна была известна тем, что помогала больным и страждущим. Однако же свои имена вместе со старшей сестрой Ольгой великие княжны получили благодаря Александру Сергеевичу Пушкину, а точнее его роману Евгений Онегин, в честь героини которого государь и назвал двух дочерей. Татьяна была столь же ловкой и преданной делу, как ее мать, и жаловалась только на то, что из-за молодости ее не допускали к некоторым из наиболее тяжелых случаев. Так вспоминала Фрейлина Анна Вырубова. Все доктора, наблюдавшие за работой юной княжны, считали, что девушка рождена бы сестрой Милосердия, и что если бы нужно было нарисовать портрет сестры Милосердия, то его следовало бы писать с Татьяной Романовой. Одного из раненых корнета липгвардии полка Дмитрия Маламу великая княжна привечала особо. Да так, что это ее особое отношение не осталось незамеченным другими. Обыкновенно княжны уходили с перевязочной раньше матери и, пройдя по всем палатам, садились в нашей последней, и там ждали ее. Татьяна садилась всегда около Маламы, вспоминал сосед корнета по больничной палате. Впрочем, сама господарня не препятствовала симпатии дочери. Мой маленький Малама провел у меня часок вчера вечером. Возмужал, хотя все еще прелестный мальчик. Почему иностранные принцы не похожи на него? Писала Александра Федоровна полтора года спустя после выписки корнета из больницы. Впрочем, о замужестве с замужским принцем тоже шла речь. В женихе Татьяне пророчили сербского князя Александра. Молодую пару познакомили за ужином, переговоры о браке отложили только в связи с начавшейся войной. Но переписка между принцем и принцессой продолжалась вплоть до трагической гибели всей царской семьи. Волею Господа выживший Петр Жильяр впоследствии так описывал свои последние минуты встречи с одной из своих любимец, отправлявшейся под арест. Татьяна Николаевна шла последней, неся свою собачку. С большим трудом тащила тяжеленный чемодан. Шел дождь, и я видел, как она при каждом шаге вязла в грязи. Собачка, французский бульдог, была подарена девушке Маламой. После расстрела царской семьи Корнет сражался на стороне Белого Движения и намеренно искал встречи со смертью, которую он нашел год спустя после ухода Татьяны. Сама же великая княжна с достоинством несла посланное ей испытание. В своем дневнике девушка, которую любя прозвали Розы, однажды написала «Любовь есть свет, и она не имеет конца. Любовь – тяжелое страдание, она не может есть и спать. Сама природа и Господь дал им счастье. Надо просить Господа, Он учит нас любить светлых. Так что любовь – не мучение, а радость. Любовь чистая, любовь светлая. Любовь даже пуля не может поразить. Любовь.